Добрый вечер! В эфире программа Телемикс Новости в студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня выпуски. Льготные перелеты приморцев ждут билеты подешевле. Благоустройство региона жителям предоставили платформу, чтобы выговориться. Горе вместо праздников. Семья из Воздвиженки пострадала от пожара. В десятке лучших в стране изумрудную долину отметили в правительстве. Хоккейные баталии команды Дальнего Востока встретились в Уссурийске. Веселые старты и соревнования на льду прошли для любителей. Льготные авиаперелеты доступны для жителей Приморья. В новом году в перечень маршрутов вошли 8 направлений. По трём из них билеты уже доступны для покупки. Компания Якутия предлагает слетать из Владивостока в Магадан за 3000 рублей. Уральские авиалинии доставят из краевой столицы в Екатеринбург за 6400 рублей и в Санкт-Петербург за 7500 рублей. Скоро соглашение заключат с компаниями Аэрофлот и Сибирь, которые будут доставлять приморцев из Владивостока в Москву, Новосибирск, Советскую Гавань, Сочи и Минеральные воды. Отметим, что льготные авиаперелеты доступны для людей до 23 лет, пенсионеров, инвалидов первой группы вместе с сопровождающим инвалидов с детства второй или третьей групп. С ноября в число возможных участников программы вошли многодетные семьи. Говорить о проблемах города и края теперь стало проще. Каждый житель Приморья сможет внести предложение в национальную программу развития Дальнего Востока на специальном сайте. Уже более тысячи проектов разместили дальневосточники. Подробнее расскажет Елена Карпенко. Строительство школ, больниц, создание городских инфраструктур и много других насущных проблем волнуют приморцев. Теперь у жителей края появился реальный шанс быть услышанными. Программа по развитию Дальнего Востока уже начала свою активную работу. Теперь каждый житель Приморского края, в том числе и города Уссуриска, может высказать свои предложения по благоустройству на специальном сайте. ДВ-2025.РФ. Электронный ресурс, где любой может предложить проект по развитию города и края. Чтобы оставить предложение на сайте, в первую очередь нужно зарегистрироваться, ввести личные данные, номер телефона и город. Никакой анонимности, ведь любой проект – дело серьезное. Дальше можно свободно написать о волнующей проблеме. В крае много мостов в аварийном и предаварийном состоянии. Необходим ремонт либо замена на новые с повышенной нагрузкой, чтобы грузовики не рушили мост. В настоящее время Приморский край полностью не обеспечен заправками для электрокаров. В целях улучшения экологической составляющей предлагаю развивать инфраструктуру для заправки электрокаров. Нужно организовать сбор и переработку вторсырья и отходов. Текущая политика приводит только к росту свалок, а можно, как в Японии, повторно использовать сырье, получать энергию и стройматериалы. Актуально для всего Дальнего Востока. На данный момент анкодиспансер есть только во Владивостоке на весь край. С отдаленных районов людям сложно добраться. Арсеньев находится в центре края и рядом с больницей есть много пустующего пространства для строительства анкодиспансера. Вот еще проблема. Зимы холодные, ветра сильные. От работы людям нужно добираться. Кататься на такси или на своей машине могут позволить себе далеко не все. Приходится стоять на остановке. Автобусы не всегда приходят быстро. Отсюда и предложение на сайте. Построить в городе теплые автобусные остановки. Мы спросили у уссурийцев, какие бы они внесли предложения на сайт dv2025.rf. Ну вот туалеты бесплатные я бы, конечно, поставила, потому что, наверное, даже в городе, вот тут с детьми гуляют, ни одного, даже белого туалета нет. Ну, если нужны школьные школы, нужно садики, садики. Зелени много, а все остальное, в принципе-то. Не знаю, может быть, дороги отремонтировать как-то? Ну, в общем-то, я вот так хожу много пешком, гуляю, дороги, в общем, как-то более-менее ничего. Но улучшить можно. Дороги, естественно. Вот дороги, например, с пограничного до Уссурийского вообще никакие ужасные. До 15 февраля по материалам сайта проведут общественные обсуждения. В марте подведут итоги на уровне региона. К 1 июня подготовят проект нацпрограммы и внесут его для рассмотрения в правительство. Ремонт дороги Уссурийск, покровка, госграница возобновится в конце января. В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что срок окончания работ по контракту – декабрь 2019 года. Сейчас специалисты заканчивают подготовку документов. Контракт на завершение реконструкции участка трассы заключен с акционерным обществом «Спец.СУ». На трассе предстоит выполнить большой объем работ по устройству земляного полотна и асфальтированию 7 километров дороги. Также будет достроен мост через реку Славянку и путепровод на развилке Уссурийск, пограничный Покровка. Напомним, ремонт участка неожиданно прекратился два года назад. Строители разобрали старый аварийный мост через Славянку и поставили небольшую временную переправу. Новая конструкция будет учитывать современные нагрузки и требования для безопасного пропуска воды в паводковые периоды. Один час и вся жизнь с ног на голову в семье Логиновых из-за воздвиженки. За 60 минут огонь уничтожил все имущество. Пожар случился 3 января, когда вся страна праздновала Новый год. Пенсионеры тщетно пытались спасти свой дом. С подробностями Ольга Муравьева. Еще неделю назад на этом месте красовался дом. Совсем недавно хозяин обшил здание, отремонтировал крышу. На пенсии, наконец-то, заживем спокойно, думали супруги. Но жизнь несла свои коррективы. Вечером 3 января внуки смотрели праздничные мультики. Хозяйка собиралась кормить скот. В окне увидела отблески. Я выскочил, уже веранда горела. Я в дом забежал, схватил ведро воды, плеснул от этого ведра, уже веранда сухая, деревянная. Полыхнуло на крышу, с угла на крышу, с крыши веранды перешло на крышу, на домовую крышу. Шок, паника, растерянность. В тот поздний вечер все эмоции нахлынули сразу. Огонь начался с коридора и сразу охватил входную дверь. Считанные минуты были у семьи, чтобы спастись. Елена схватила внуков. Сама в домашней одежде выскочила на улицу. Потом вернулась обратно. Мне муж, иди отсюда, я больше не сделаю. Документы, документы, он еще крикнул. Я побежала бегом в спальню, вытащила документы. Больше я уже такого, чтобы конкретно ничего не помню. Мне было плохо очень. Она металась, как зверь в клетке. Вся ее жизнь была охвачена огнем. Сейчас семья собирает уцелевшее по крупицам. Там под завалами чашки нашли. Здесь вилку, подаренную когда-то на свадьбе. Главное, сами уцелели, говорят супруги. Да внуков спасли. Ведь если бы пожар случился ночью, они бы просто не успели выбежать. Я была на работе. Без 15.10 вечера. Позвонил мне сын и сказал, мама, мы гори. Дальше я вот, честно, я не помню, что происходило. Я в доли минуты какие-то прилетела с работы сюда. Я даже не переоделась, ничего. Я прилетела сюда, здесь уже все полыхало. За час дом превратился в пепелище. Супруги бесцельно бродят по двору. Бессильно пожимают плечами. Не просто в пенсионном возрасте начинать жизнь заново. Но выхода другого нет. Пережить очень тяжело. Нужна любая помощь. Даже элементарная моральная поддержка людей. Кто-то скажет доброе слово, кто-то позвонит, кто-то увидит. Это будет очень хорошо, потому что пережить это очень тяжело. Любая помощь окажется лептой в построении новой жизни для Елены и Сергея Логиновых. Контакты семьи и реквизиты счета на экране. Маршруты регулярных рейсов в Уссурийском округе будут разыграны на конкурсной основе. Специалисты считают, что это позволит очистить рынок от компаний, которые не выполняют свои обязанности. Такая необходимость возникла после жала поджителей. Во время новогодних каникул пассажиры сообщили, что многие автобусы не соблюдали расписания. Например, в Корфовку, Линевичи, Воздвиженку и Барановский. Больше всего проблем было с маршрутами номер 112, 114 и 116. Предприниматели пояснили, что сбои происходили из-за поломок автобусов. Законодательством предусмотрены субсидии на пассажирские перевозки. Но для этого нужно ввести регулируемые тарифы. Сейчас в отделе дорожного хозяйства создают новую нормативно-правовую базу. В настоящее время компании работают по временным лицензиям, срок которых три месяца. За этот период необходимо разыграть конкурсы на перевозки. Это позволит решить проблему с транспортным сообщением города и сел. В Уссурийском городском округе работают 12 компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками. Поездки ведутся под 93 маршрутом. В новом году более 300 миллионов рублей предусмотрено в бюджете края на поддержку многодетных семей. Получателями выплаты и компенсаций могут стать 8,5 тысяч родителей Приморья. Так, например, на каждого ребенка положена выплата в 2,5 тысячи рублей на покупку ученических принадлежностей. До 5 тысяч в год предусмотрено на подготовку к школе каждого ученика в многодетной семье. Также в 2019 году будут компенсировать 50% расходов за коммунальные платежи, столько же за оплату жилого помещения и 100% за капитальный ремонт. Кроме этого, законодательно многодетные освобождены от транспортного и имущественного налогов. Поддержка предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума. Ранее была величина одного прожиточного минимума. То есть на поддержку государству после принятия нового закона могут рассчитывать семьи, чей бюджет не превышает 135 тысяч рублей. Получать посылки без паспорта, оформить такую услугу можно теперь не только в почтовом отделении, но и на сайтах портала госуслуги и Почта России. Жители могут выбрать удобный вариант для заполнения анкеты. Если подключить опцию на едином портале госуслуг, посещать учреждение не придется. Данные автоматически заполнятся из личного кабинета. Необходимо будет ввести только код, который придет в СМС. После заполнения и отправки анкеты на телефон будут приходить оповещения о новых посылках. Забрать их можно с помощью кода по СМС. Паспорт на почту брать с собой больше не придется. Отметим, что подобная опция была доступна давно, но пройти регистрацию можно было только в почтовом отделении, теперь и самостоятельно в сети. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. В десятке лучших в стране изумрудную долину отметили в правительстве. Хоккейные баталии команды Дальнего Востока встретились в Уссурийске. Веселые старты и соревнования на льду прошли для любителей. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Парк под Уссурийском признали одним из лучших в России. Изумрудная долина вошла в топ-10 туристических проектов по версии правительства страны. Для владельцев зоны отдыха такая награда стала неожиданностью. О своем детище и планах на будущее руководитель исторического парка рассказал нашей съемочной группе. В резиденции Деда Мороза в парке Изумрудная долина пусто. Хотя в канун Нового года и на каникулах в доме сказочного волшебника было не протолкнуться. Заглядывали посетители и в музей медведей, на полках которого разместилась личная коллекция директора парка Сергея Вакуленко. Почти 500 мишек привезены из разных уголков земного шара. То есть я его в Китае купил, вернул его как раз вот обратно, на родину, скажем так. А так зимой выглядит средневековый город в Изумрудной долине. Сейчас здесь редко кого можно встретить. Но летом это место оживает, наполняется реконструкторами и гостями. Мастера знакомят с древними ремеслами, а воины показывают приемы настоящей битвы за крепость. Такие события привлекают гостей. Не раз Изумрудная долина получала награды за развитие туризма в Приморье. Прямо перед Новым годом парк под Уссурийском вошел в десятку лучших по России. Такой вывод сделали в правительстве страны и выделили руководству зоны отдыха миллион рублей. Деньги, можно сказать, свалились с неба, шутит Сергей Вакуленко. Потому и потратить их решили по назначению. На постройку храма в честь Петра и Февронии, рядом с фигурой Порт-Артурской Божьей Матери. Где-то высота примерно 15-18 метров, размеры примерно 10 на 10. И, соответственно, где-то он миллионов 12-15 будет строить. Поэтому на первое время, на проект, на разработку этого миллиона как раз хватит. Сейчас парк в основном принимает любителей подышать свежим воздухом. Снега нет, особых зимних развлечений тоже. Наплыв посетителей ждут накрещения. В одном из водоемов долины ежегодно оборудуют прорубь. Даже не верится, что такому разноплановому историческому парку с множеством построек и скульптур всего 7 лет. Территории хватит для воплощения такого же количества задумок. Сергей Вакуленко приглашает на помощь идейных людей. У нас сделана прекрасная площадка. Но все объять, все сделать просто не хватает ни физически, ни сил, ни возможностей. Именно поэтому сейчас я буду предлагать людям, заинтересованным, воспользоваться, прийти. Есть какая-то у человека идея, он хочет что-то продвинуть, что-то воплотить в реальность. И тогда, чтобы он нашу площадку использовал именно как точку опоры. Информация о проекте скоро появится в социальных сетях. Также, чтобы узнать подробности и подать заявку на участие, можно позвонить в Изумрудную долину по телефону 244-888. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс. Первенство Дальнего Востока по хоккею прошло в ледовой арене. Во время каникул играли юноши до 17 лет. В Уссурийске сразились пять сильнейших сборных федерального округа. За наш город выступала команда «Приморье-2002». Уссурийские хоккейные команды всех возрастов сыграли во время новогодних праздников. Большинство составов выступали на выезде. Дома оставались старшие юноши до 17 лет. Парням нужно было отстаивать звание лучших на первенстве Дальнего Востока. Соперники уссурийцев разного уровня подготовки. Мощные Хабаровский Амур и Адмирал, энергия из Серебряного Бора, Саха и Кутия. Послабее Благовещенский форвард. Стартовый матч хозяева сыграли с соседями из Владивостока. В первом периоде гости закинули сразу две шайбы, отыграть которые уссурийцы не могли целых два периода и едва не пали духом. Два гола сами себе ребята привезли. Первый раз воротарь ошибся, немножко рано переместился. Второй просто своя ошибка, потеря в своей зоне. Как бы команда техничная, наказали сразу за такую ошибку. Такая ошибка в первом же периоде не демотивирует команду на оставшиеся два? Наоборот, это хорошо, что в первом, а не в третьем. Еще можно все исправить, времени еще достаточно, так что пойдем дальше биться. И бились подопечные Егора Подсевакина в третьем периоде славно. Сумели догнать, перегнать соперников и выиграть матч со счетом 3-2. Одна шайба отделяла уссурийцев и от победы в турнире. Хозяева уступили Хабаровску 3-4, 4-5 якутянам. А разгромная победа над Благовещенском 11-1 уже ничего не решала. В итоге третье место дальневосточного первенства и бронзовые медали. Ирина Мигунова, Игорь Антонов, Телемикс. Рядовая арена на канюкулах не отдыхала ни минуты. Лед был занят каждый час с темна и до темна. Нашлось время и для обычных уссурийских школьников. Не спортсмены соревновались в веселых стартах и учились танцевать на коньках. Назад! Внимание! Марш! Решили на коллективном собрании провести веселые старты для школьников. Для тех, которые или не умеют, или совсем чуть-чуть умеют кататься на коньках. Оторвать детей от компьютеров, от гаджетов, от телеэкранов. Чтобы они пришли на каток с друзьями, поучаствовали в конкурсах. Вообще, скажем так, проявили физическую активность. Весел с друзьями покататься, научиться чего-то нового здесь. Ну, можно даже будет кататься, приезжать еще сюда. Нам нравится приходить сюда кататься с нашими одноклассниками, друзьями. Я хотел взять сюда друга, но не получилось. Это жалко, но с одноклассниками приятно. Субтитры делал DimaTorzok При разводе на родителей возлагаются алиментные обязательства. Ежемесячное пособие платит мама или папа в зависимости от того, с кем остался ребенок. Как быть, если копится долг? Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Мой бывший муж не платит алименты. Я уже обращалась и в суд, и к приставам. Ничего не могу добиться. Подскажите, как быть в такой ситуации? По нормам Семейного кодекса Российской Федерации, если между родителями не достигнутся соглашения о порядке уплаты алиментов, то, конечно, вторая сторона, либо законные представители несовершеннолетнего, у кого находится на попечении ребенок, могут предъявить исковое заявление в суд о взыскании алиментов. Порядок взыскания алиментов установлен Семейным кодексом, которым определены и размеры алиментов. Также это могут быть алименты взысканы либо в пропорциональных процентах, либо в твердой денежной сумме. В каждом конкретном случае суд определяет обстоятельства и взыскивает алименты, необходимые на содержание ребенка. Следует сказать, что согласно статье 80 Семейного кодекса родители обязаны содержать своих детей. Эта обязанность предусмотрена и, конечно, вправе обратиться с заявлением в суд. Исполнение судебных решений о решении возложено на службу судебных приставов. Органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью органов судебных приставов. Используют ли они все полномочия, предусмотренные законом, принимают ли все меры к отысканию должника. И поэтому, конечно, в случае, если решение суда не исполняется долго, вправе пропадать такое заявление, обращение в прокуратуру. И будем проверять законность действий всех лиц. Зима. Пора обновлять гардероб. Роскошную шубку или дубленку можно подобрать в молодежном центре «Горизонт». Выставка «Шубы на расхват» ждет уссурийцев. Скидки акций и возможность выиграть ценный приз для каждого покупателя. Норка, мутон, пушнина, дубленки и зимние наряды на любой вкус представлены для уссурийцев. Выглядеть в холодные дни роскошно. Быть в тепле и уюте можно. Поможет в этом выставка «Шубы на расхват». При покупке шубки из натурального меха вы можете выиграть стильный автомобиль «Лада Икс Рей». Более полутора тысяч шуб, дубленок, парок, головных уборов. Есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха. Качество изделий подтверждено сертификатами и гарантией. На коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Любую шубку можно приобрести в рассрочку на три года без переплаты и первоначального взноса или оформить в кредит. Главная новость, что при покупке мехового изделия у каждого покупателя есть шанс выиграть автомобиль «Лада Икс Рей», ЛСД-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы. Розыгрыш состоится уже 31 марта, поэтому успейте купить теплую вещь своей мечты и порадовать себя подарком. Приходите на выставку «Шубы на расхват» 11, 12 и 13 января в Молодежный центр «Горизонт» с 10 до 19 часов.